Лечат доктора. Запомните раз и навсегда. Мы работаем с человеком с тем, чтобы увеличить его интегрированность, улучшить адаптацию, соответственно, поддерживать какие-то важные для компенсации личностные характеристики, а наоборот, те личностные характеристики, которые ухудшают его адаптацию, и те, значит, как-то сглаживать. Вот. Это не лечение. Это не означает, что не нужно знать про психиатрию. Но, к сожалению, и саму психиатрию очень многие психиатры знают весьма поверхностно, потому что есть частная психиатрия, есть общая психиатрия. И вот в общей психиатрии особенно, ну, редко с кем мне удается поговорить на темы, которые относятся к этой области, которые включают апатопсихологию и так далее. Первое. Второе. Во всем мире всегда все психотерапевты получались из пациентов. Дальше. По поводу того, что процесс проходит. Смотри, пункт первый. Не проходит, компенсируется. Если вы хотите в этом посмотреть более подробно, ну, пожалуйста, куча фильмов. Опасный метод. Очень хороший. Практически почти в документальном жанре смертный фильм. Вот. В этом смысле я думаю, что и личные истории психотерапевтов, ну, мягко говоря, мягко говоря, драматические иногда. Вот. И поэтому, как бы, то, что касается травм, то, что касается всяких психических сложностей, все это, естественно, совершенно есть. Вот. Вот. В психиатрии, ну, соответственно, я так плотно работал в этой области с 78-го года по, значит, 98-й. Вот, получается, вполне даже. Вот. Хотя последние, там, 8 лет после 90-го уже меньше была занятость. То есть я не то, что каждый день находился в клинике, а до этого вот 12 лет в клинике, в общем, и в этом смысле провел так, ну, как хроник хороший. Вот. Много-много времени. Большой цикл. Вот. И то, что тоже могу сказать, что, во-первых, ну, вы и сами знаете, что в клинике никто без диагноза не ходит. Вот. Вот. Поэтому коллеги все имеют какое-то мнение друг про друга и обычно как-то обозначающее как патологию. А вот если кто-то говорит о психическом здоровье, то это вообще особо опасный. Вот это самый нездоровый человек. Это самый нездоровый человек. Это человек, которого нет критики. Он просто не понимает, не замечает, что с ним делается и что с другими. Вот тогда он может про это говорить. То есть психическое здоровье – это опасный бред. Вот. Я вот попробую. Бурди заработала бы этот второй микрофон. Посмотрю. Знаешь, вот тоже… Не, не. Ненадолго он заработает. Работает, да? То, что ты говоришь, это интересно, да? Ведь это вот две тенденции как раз и в психиатрическом развитии. Что мы видим, если вот у человека диагностически появляются какие-то особенности, которые мы все-таки распознаем как диагноз. Вот куда мы направляем энергию? Мы направляем энергию к больной части или мы направляем энергию к той части, которая остается сохранной и здоровой? И вот это два прямо кардинальных способа, как обходиться с этим явлением, которое есть, да, собственно говоря. Потому что, мне кажется, что мы хотим поддержать в этот момент? Мы хотим поддержать тот ресурс, который сохранился, но той части личности, которая не задета вот этими нарушениями. Или мы все-таки всю свою энергию направляем чаще всего, то, что ты говоришь, на блокировку вот этой вот больной, так скажем, да, части. И через некоторое время, правда, человек начинает переживать себя равным ей. Ну да, что-то я вот даже задумывался, что вот, правда, вот это какое-то неразведение, то, о чем ты начала говорить, оно тоже травматически может сказываться. Вот вчера тоже сидел и думал. Ну вот, ну даже, например, в понимании шизофреника, предположим, возьмем какую-то краевую зону. Ну, вполне может быть такое распространенное мнение, что вот что-то такое с шизофреником происходит. Ну, типа, вот мы знаем, что он не в контакте с реальностью. Ну, один из таких четырех славных диагностических признаков психотизма, что, ну, контакт с реальностью нарушен. Но представление может быть такое, что что-то с ним такое прям патологическое, вследствие чего он не может в эту реальность попасть. Он никак не может с ней соприкоснуться. А на самом деле, ну, поскольку действительно тоже, как бы ты, Данила, много лет имел дело с реальной клинической такой психиатрией, то для меня вот достаточно очевидно, что чаще всего процесс-то ровно противоположный. Потому что человек настолько находится под влиянием обрушившейся на него реальности, что он не может с ней справиться. И если кто всерьез вот занимался восприятием шизофреников, мышлением, то как раз ровно противоположная ситуация. Он обостренно присутствует в реальности. Он настолько мощно ею придавлен, что ему очень сложно дифференцировать, где основные какие-то признаки, паттерны, фигуры, а где второстепенные. У него все фигура, сплошные фигуры. Поэтому в каком-то смысле философском можно говорить следующим образом, что в отличие от нас, это не тот человек, который не вступает в контакт с реальностью, а который слишком в реальности он не может ее переработать. И вот для того, чтобы такой взгляд был, конечно же, важно отказаться от какой-то упрощенной, крайне примитивизированной градации на норму и патологию. Ну, вот какая-то такая вещь. И еще одна история, которая все время бродит вокруг вот этих размышлений, о клиническом мышлении, о клиницизме, она следующая. Ну, потому что если мы начнем опираться, правда, вот на понятие здоровья, вот эту опасную, правда, категорию, то давайте не будем лукавить. Сильно встает вопрос, а кто определяет здоровье, норму? Тогда у нас на первый план выходит определитель, а не человек, который, в общем, страдает, мучается, переживает, пытается. А задачка-то психотерапии – работать с человеком, помогать ему в конечном счете в самых разных сферах, а не просто неким образом диагностировать, раскладывать по полочкам и успокаиваться. Иначе будет то, что на психиатрическом, например, жаргоне, ну, называется спихотерапией. Знаете, спихотерапия – это вот как-то определил диагноз, и спихнул себя, и успокоился, вот. Тоже еще один момент, который все время присутствует. Вот иногда смотришь там в длиннике, что происходит. Вот я сам доктор, и я за собой это замечал, за коллегами это замечаю, что вообще-то врачебное мышление, вот сейчас не клиническое, а именно врачебное, оно же как организовано. Доктор заточен на результат, он заточен на исцеление, он заточен на то, чтобы чего-то добиться, а не просто сопровождать процессы, да. И тогда одна из бед докторства заключается в следующем, что если человек в неопределенной ситуации, я в контакте пока в неопределенной ситуации, это то, что мы в психотерапии приветствуем, выдерживание ситуации неопределенности. А для доктора это нарастание тревоги. Поэтому огромное количество докторов что делают? Но если совершенно непонятен раз за разом пациент, я не могу с ним определиться, то у меня, как у доктора, что возникает? Раздражение, тревога, страх, и следствие раздражения. Вот. Тоже такой интересный момент. Знаешь, мне кажется, что вот тут важно, ну, тоже обратить внимание, почему это так сформировалось. Потому что задачи разные. Ведь задача, которую социум предъявляет врачу, это вылечить. И тогда, да, в общем, собственно, эффективность собственного процесса можно определять через устранение, ну, вот этой неполадки. А задача психотерапевта – это поддерживать способность, да, в общем, личности, ну, продолжать как-то функционировать, обеспечивать свою жизнь, жизнеспособность. Да-да-да. Я вот тоже часто думаю, что если не лукавить, то вообще-то клиентам, ну, например, психиатрии, в таком глобальном смысле этого слова, по крайней мере, в нашем сообществе годами, настоящим заказчикам, не клиентам, а заказчикам, в общем-то, было государство, общество. Потому что что задача-то психиатрии? Ну, неким образом нормализовать ситуацию. Неким образом приводить человека в какую-то норму, в соответствии, и тогда получается некий парадокс. Центральная, порой плохо осознаваемая задачка – это делать человека удобным, подходящим. Задачка реальной психотерапии ровно противоположная. Ну, не человек является некой единицей для среды, ну, как помните, если кто так постарше, может быть... Так, будем микрофонами перекидываться. Может быть, помнит эту фразу. Ну, вот, да, скажем, семья – ячейка общества. Вот так подумайте. Вообще, по-настоящему, это общество должно быть полем для семьи, ну, неким жизненным полем. Но то же самое и с индивидом. Задачка психотерапии – это работа с человеком. Вот, и это сильно отличается от, ну, например, того, что приводить что-то в так называемое нормативное состояние, чтобы это было удобным. Ну, не знаю, насколько я понятен, может, путанно говорю. Но это какие-то тоже философские основы. И в этом смысле хорошо... Правда. Что ж такое? Не получается. Ну, да, давай еще раз попробуем. Еще раз поменяемся. Вот, я все про то же самое пытаюсь говорить, может быть, слишком занудно, что для меня очень важно разводить клиническое мышление и так называемое медицинское мышление, медицинскую модель, разные вещи. И никак не противоречат тому, что есть некий естественно-научный клиницизм и феноменологический клиницизм. В общем-то, на одних и тех же основаниях все строится. Вот, а я думаю, как раз хочу вернуться к твоей мысли по выводу того, кто определяет норму. Это же такой прекрасный сюжет. Мы намучаемся с микрофонами, но уж извините, это не наша вина, что дали в то и говорим. Вот. Что... Такой прекрасный сюжет для многих фантастических таких историй, рассказов, романов, когда где-нибудь какая-то принцесса или какой-нибудь... А теперь держи два. Держи два. А может, без микрофонов говорить? Без микрофонов, я думаю, будет очень тихо. Без микрофонов будет очень тихо. Может быть, там что-то можно, ну, я не знаю, в пульте поправить, потому что это вот прям будет мучение. Когда, например, какой-то персонаж этого рассказа, да, его все воспринимают, ну, как такого сумасшедшего, спрятанного где-то, все это, и вот финал, когда, собственно, говоря, да, говоря, ну, в конце описывают портрет вот этого персонажа, да, портрет, в котором он подстанавливается. То есть понятно, что на самом деле... Они вообще перестали. Да, ребят. Ну, в общем, что на самом деле в конце, да, наводится фокус на портрет этого героя, становится понятно, что единственный в нашем восприятии нормальный персонаж, да, на этой планете, например, это как раз вот этот вот единственный сумасшедший, да, поэтому, ну, откуда, из какой точки мы определяем норму, из какой точки мы, собственно говоря, пытаемся распознавать эти отличия. Ведь что такое нормативность, да, нормативность, да, это по сути дела, ну, некоторая договоренность определенной группы специалистов о том, что вот такие проявления мы воспринимаем как нормативные. Конвенция такая, конвенционная. Ну, да. Здесь мы оказываемся близко от такого направления, которое называется как психология, бата-психология, abnormal psychology, если вот так вот. Вот. И тогда есть определение нормы. Ну, например, то, что относится к культурной норме. Скажем, если у нас здесь будет ходить человек и бить себя цепями по спине до крови, то это будет считаться самоповреждающим поведением. Если мы такого человека встретим, например, в Индии или в Латинской Америке, это поведение будет нормальным вполне, потому что оно обусловлено культурной нормой. И точно так же, как культурной нормой там может быть обусловлено, скажем, курение или не курение. Вот. Или культурной нормой могут быть еще какие-то проявления, которые в одном обществе считаются выпадающими из контекста и уже обозначающими патологию, а в другом они являются, соответственно, общепринятыми. Кроме этого, есть статистическая норма. И этот парадокс, он описан там во многих рассказах. То есть, например, скажем, что действительно в стране слепых кривой это не норма, а патология. Или зрячий это патология. И, конечно, требуется устранить скорее те нарушения, которые вызывают у него такие странные идеи. Вот. Кроме статистической есть функциональная норма. И, скажем, в отношении каких-либо военных действий, например, многие психопатические реакции становятся предпочтительными для выживания. и они обуславливают хорошее продвижение человека в этих условиях. А, скажем, спокойствие и мир никак не улучшают ситуацию. Это очень символично, да, что в общем пока говори. Я понял, он работает, когда его передаешь. А, ну хорошо. Процессуальный микрофон. Да. Не работает. Нет, не работает. 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 А у меня нет. Это не пусто нажимается. Нет. Это я сказал, что это пухлешки вымутать. Вот. Ну ладно, давайте я тогда чуть продолжу. Давайте попробуем так, попробуем громко, насколько нас хватает. ну, в общем-то, я хотел поговорить немножко о творчестве и так называемой психической патологии. Вот. Потому что, во-первых, в любом случае, если человек делает что-то творческое, то он выходит за пределы нормы, за пределы стандартов. и поэтому он оказывается, конечно, ненормальный. Это совершенно понятно. Вот. Начинал я свою работу как раз в лаборатории, в которой занимались связью творчества и такой болезни, как шизопрения. Вот. И там было проведено много экспериментов и много методик. Потом оказались включены вот в этот самый диагностический аппарат практикующего патопсихолога. Ну, вот, например, скажем, такая простая методика, как четвертый лишний. Ну, картинка, на которой нарисованы там, например, бочка, бабочка, жука, очки. Вот. Что здесь лишнее? Что нужно устранить? По рисунку, да? Бочка, бабочка, жука, очки. Ваша версия? Очки? Или жучки. Так. На букву же только жука. На букву же только жука. Одна версия. Вот. То есть, как бы, ну, и потом выясняется, по каким таким причинам. Ну, например, можно по рисункам это как-то объединить и ориентируясь на какие-то значимые признаки. А можно, например, скажем, по звучанию. ну, потому что есть такое сочетание букв, коч, бочка, бабочка, очки. Пожалуйста. Вот у жука нету, например. Да жук вообще выпадает. Ну, вообще лишний там. Лишний там. Ну, ладно. И, в общем, есть целая куча творческих задач. Так вот, когда эти творческие задачи давали, соответственно, больным шизофренией, то они их решали гораздо более эффективно, чем здоровые. То есть, в принципе, люди, у которых изначально диагностировано психическое отклонение, оказывались более успешными в решении творческих задач. Нонсенс получается. Актуализация латентных признаков. Вот не спеши. Хорошо. Пять. Вот. Да, это и было потом обозначено как соответственно важная характеристика особенностей мышления вот этой группы людей. То есть, то, что для них разные признаки, разные параметры, они равнозначны. И, например, скажем, ну, вот, задачка такая, что нужно, ну, вот, лежат разные предметы, и нужно, соответственно, уравнять весы, положив на одну часть и на другую, вот, какие-то предметы, но так, чтобы потом весы, равновесие было нарушено. вот. задачка, которую выполнить довольно, ну, больным оказалось довольно просто, потому что в наборе есть свечка и спички. И, соответственно, свечку можно зажечь, она теряет в весе, и равновесие нарушается. Но идея о том, что когда свечка горит, она теряет в весе, в общем, не является важной. Важно, что свечка дает свет для здорового человека, и поэтому здоровый человек не видит этой характеристики. Ну, просто потому, что она не имеет существенного значения. Тогда получается, что вот это знаменитое творческое предразличие, да, но, по сути дела, как раз гораздо больше будет свойственно вот этим людям, которые равнозначно воспринимают признаки. Пожалуйста. Да. И при этом им будет гораздо труднее адаптироваться в реальной социальной среде, потому что не очень понятно, на что стоит адаптироваться, а на что не надо обращать внимания. Ну, вот знаешь, как раз я просто тут вставлю маленький... Вот сейчас тихонечко говорили о том, что вот мы когда, ну, говорим на эту тему, да, то вообще произнося слово клинический, первое, что ассоциируется, это нарушение на уровне уже большой, то, что называется психиатрии. Вообще, да, вот воспринимаем мы эту зону клинической области психотерапии шире. И вот если, например, брать реакцию человека на разнообразные травматогенные события, то, по сути дела, любой из нас, абсолютно любой из нас, оказываясь, в определенных обстоятельствах будет выдавать то, что называется ненормативную реакцию. Точно так же, как любой из нас, вот здесь, присутствующих в зале, склонен при стечении определенных обстоятельств издавать, например, эффективный какой-то взрыв, попадать в ступор, попадать в какое-то измененное состояние сознания. Вопрос скорее в том, ну сколько у нас уходит времени на восстановление и возможно ли вообще восстановление чувствительности, контакта с реальностью, насколько человек потом может опять отстроить свое взаимодействие с окружающей средой. поэтому, вот, например, ну, тоже еще немаловажно вот к тому, что ты говорил, это в какой момент жизни, да, мы встречаемся с этими особенностями человека. Возможно, мы его сейчас видим в тот период, когда у него происходит вот такая адаптативная реакция на окружающую среду. И очень важно тогда еще временной фактор учитывать, ну, прежде чем приходить к какому-то окончательному выводу. Вот. Во времена перед Второй мировой войны и после была довольно популярна, были довольно популярны идеи улучшения человечества. Евгеника. То есть, каким образом можно повысить количество людей, которые являются образованными, хорошо понимающими мир, которые вообще являются такими позитивными и, наоборот, каким образом можно определять преступников, каких-то отклоняющихся сильно людей. Ну, вот, например, это действительно начиная с идеи Ламброза по поводу строения черепа и так далее. Череповедение. Да. и вот в какой-то момент, понятное дело, что в одной сильно демократической стране было поэтому выдвинуть следующее законодательство, что стерилизовать всех больных шизофренией. Вот. Это, соответственно, было, я уж не помню точно в каком году, в Соединенных Штатах, вот, как некоторая такая инициатива и, соответственно, естественно, что стали исследовать, насколько это может быть эффективно, продуктивно. Ну, а как исследовать? Исследовать таким образом, чтобы изучить потомство больных шизофренией, то есть, когда подтверждена шизофрения у обоих родителей. Ну, там, кто-то находится в клинике или оба находятся в клинике и так далее, но в любом случае вот потомство двух больных шизофренией. И после того, как это исследовали, точные цифры я, конечно, сейчас не вспомню, да, собственно, зачем они вам точные, нужно будет, посмотрите. Вот. Но, в общем, ситуация такая, что гораздо большее количество потомств, потомков вот двух больных шизофренией имело психозы. Ну, разные формы психических расстройств, но тяжелые. Тяжелые где-то порядка 10%. То есть, один из десяти случаев. 30% нет, 25, вот что-то в этом роде, 25 или 30% вообще были с психическими расстройствами. Потом дальше была, значит, какая-то срединка, которая не отличалась особенно ничем от нормы. Ну, это было где-то действительно там 40, 50, 30, 40, 50%, ну, где-то не помню точно, но срединка. А с другой стороны находилось соответственно те же 25%, которые достигли больших успехов. И, значит, порядка, не помню, какой-то, ну, порядка 3% что ли, тех людей, которые составляли интеллектуальный и культурный цвет нации. Вот и все. И на этом точка была поставлена, потому что, соответственно, в таком случае уничтожение вот этой вот генетически подтвержденной аномалии, оно бы одновременно убирало и творческих людей. То есть, оно одновременно бы занижало и какие-то творческие способности человека. Поэтому, то, что касается вот связи творчества и шизофрении, это очень хорошо доказанная исследованная тема. например, она была исследована опять-таки в той лаборатории, в которой я был, в таком долговременном лонгитюдном исследовании выпускников физико-математических школ. Особенно долго там отслеживалось в течение, по-моему, 30 лет выпускники то ли 25, то ли 30, выпускники второй школы математической в Москве. Ну, его было действительно показано, что где-то порядка трети из них действительно оказываются вот в результате в клинике. Очень большой процент, очень хороший процент. Вот уже я вспомнила исследования и собственный опыт есть такой, это то, что называлось, помните, в одно время было очень модно на уровне государства находить этих детей вундеркиндов. Да, вот как раз детей, которые обладали какими-то выдающимися способностями в какой-то области. Школы заканчивали экстерно, в 12 лет уже в университетах учились, но ведь та же самая история, что 90% из них, если посмотреть, это просто потом обрывалась история, и это не показывали, но если поднять эту документацию, то 90% из этих детей, к сожалению, давали психоз где-то, как раз кстати, что интересно на уровне вот вокруг 20 лет, вот так, где-то в этот момент происходил серьезный слом. Вот, и действительно, поскольку работал я тогда в такой головной клинике по вопросам шизофрении в Советском Союзе у Андрея Владимировича Снежневского, и соответственно за время работы познакомился со многими ну так творческими людьми. Вот, просто, ну как говорится, про некоторых, ну большая часть конечно уже на том свете, про них, значит, можно спокойно говорить. Ну началось все, конечно, с Владимира Высоцкого, понятное дело, а потом дальше ученые, писатели, поэты, даже ну такой вот очень творческий футболист Федор Черенков, вот, и так далее. То есть, на самом деле, вот в том варианте, который сейчас есть, там есть достаточное количество таких люксовых палат, в которых просто люди могут продолжать заниматься тем, чем они там занимаются в свободное от клиники время, вот, то есть, в Академии наук, в университете или в Академии художества, или еще где-то, вот, то есть, это совершенно неоднозначно, что бедные, убогие, и так далее. В то же время, есть вот какие вещи, которые относятся, на мой взгляд, ну, когда я себе там планировал что-то рассказать на эту тему, то я хотел напомнить, ну, некоторые вещи, которые являются для меня сейчас такими очевидными, ну, во-первых, что психология занимается только сознанием, только сознанием в разных формах, в формах, соответственно, поведения, в формах социального поведения, в формах памяти, внимания, мышления, ну, и так далее, так называемых психических функций, это просто разные формы сознания, вот и все, вот, и в этом отношении есть некоторые особенности, которые относятся тогда к творческому сознанию, которые несколько отличаются от такого, ну, ровного, обыденного сознания, ну, во-первых, конечно, есть особенности творческого внимания, и они такие, на мой взгляд, достаточно существенные, хотя толком не изученные, по сути, ну, я думаю, что многие здесь как-то слышали о таком, как бы это сказать, диагнозе, относящемся к детскому возрасту, как синдром дефицита внимания и гиперактивности СДВГ, но вот это, на самом деле, скорее синдром, если ребенок с этим не справляется, а так вообще у всех детей бывает это, у всех детей бывает гиперактивность, у всех детей бывает такое прыгающее внимание, и у нас тоже, и мы как-то с этим справляемся тоже всю жизнь, и вот если мы успешно справляемся с этим, то внимание у нас получает какие-то две характеристики, с одной стороны, оно является свободно таким плавающим, а с другой стороны, оно фиксируется на определенных циклах, циклах контакта, то есть, когда мы что-то замечаем, и оно у нас не соскакивает, что-то заметили и дальше поскакали, оно остается фиксированным на моменте, вот пока происходит какое-то событие, событие произошло, и внимание перешло к следующему такому процессу, потом к следующему, вот это некоторая такая норма, но при этом оно важно, чтобы оставалось вот таким вот свободно плавающим, и в этом смысле методы гештальтерапии, они как раз позволяют в общем восстановить у взрослого человека вот именно эту способность, способность к такому творческому вниманию, как? Через как раз то, что называется творческое приспособление, то есть, через такое убеждение, которое в самом начале гештальтерапии мне очень-очень понравилось, и которым я придерживаю до сих пор, что если есть что-то важное вот в этом самом поле сознания человека, то оно всплывет само, то есть, мы можем как бы стараться специально что-то усиливать, делать то, что уперлся в первой книжке, называлось насильственное сосредоточение, то есть, заставлять на чем-то сосредотачиваться, и от этого только портится весь процесс, то есть, там у него есть такой, я думаю, гипотетический пример про студента, которому нужно было готовиться к экзамену, одновременно у него была интересная книжка, и вот он читал эту интересную книжку до той поры, пока беспокойство по поводу того, что он не готовится к экзамену, не становилось таким, что мешало ему воспринимать уже эту книжку, и тогда якобы психотерапевт ему советовал, ну так отложи и возьми учебник поучись, и он начинал учиться до той поры, пока соответственно у него не истощалось его внимание, ну и тогда как бы психотерапевт вот этот внутренний или внешний советовал, ну так отложи учебник, почитай книжку, вот вообще-то это очень здоровый механизм, мы все его реализуем каждый божий день, вообще-то, да, но только почему-то культура и педагогика борются с тем, чтобы так было, и вот если, например, таким способом у кого-нибудь дети учат, вот, ну я не знаю, перед экзаменом физику, то они вполне часто могут там прийти в ярость, отобрать эту книжку художественную, зачем тебе это надо, или, значит, отобрать игру компьютерную, в которую он отвлекается таким же способом или еще что-то, то есть поддерживая вот это насильственное сосредоточение. Ну да, мне кажется, что тогда очень важно учитывать, что поддерживая насильственное сосредоточение, мы совершенно игнорируем поле сосредоточения, и чем больше мы его поддерживаем, тем ресурс, собственно говоря, для восстановления, потом становится все меньше, если уж про педагогику говорить, потом мы сталкиваемся с вот этим тотальным уже таким явлением, когда ребенок, например, просто отказывается учиться, и родители берутся за голову по поводу того, сделайте что-нибудь с этим, да, вот он совершенно неусидчив оказался, у него нет интереса ни к чему, и вот тогда хорошо бы вернуться на несколько шагов назад, в тот момент, когда книжку отбирали, или компьютер отключали. Более того, мне кажется, что это какая-то просто вера в чудеса, чудеса, потому что, что такое насильственное сосредоточение, ну, предположим, отобрал я у ребенка эту интересную ему книжку, дал ему этот учебник, и тогда иллюзионируешь, что он тут же заинтересуется этим учебником и будет вдохновлен, с какого-то или пугу, он будет тупо бороться с сопротивлением внутри себя, и все мы это прекрасно знаем, когда я пытаюсь что-то смотреть в этот учебник, проходит час, я не могу ничего понять, я не могу ничего усвоить, потому что нет возбуждения. Более того, начинает срабатывать творческое приспособление, вот я хорошо помню, что если книжку взять поменьше и вставить ее так, чтобы обложка учебника сохранялась, а маленькую книжку родители не видели, то в общем процесс продолжается увлеченного чтения учебника. Это очень коррелирует со знаменитой вот такой историей, что вот если человеку сказать «Успокойся», он тут же успокаивается, но если человеку сказать «Перестань заниматься ерундой, займись делом», он тут же занялся делом. Нет, он будет имитировать нечто, что мы, может быть, будем воспринимать как дело, но тревожиться, что кажется, он зараза не об этом думает, о чем надо. Ну, такая история. Вот. Дальше то, что касается внимания, я немножко сказал. Кроме внимания есть еще такой параметр, относящийся к творческому сознанию, как активность. То есть понятно, что творческое сознание, ну, может быть подавлено, потому что действительно вот есть усталость и так далее. Для того, чтобы у нас человек обнаружил что-то новое, нужна так называемая сверхнормативная активность. Потому что если я живу в рамках нормативной активности, я успешно выполняю все дела, которые происходят, но никак не продвигаюсь вперед, никак не развиваюсь. То есть для того, чтобы мне получить что-то новое, посмотреть что-то новое, заинтересоваться, чего-то выучить, мне для этого нужна вот эта самая сверхнормативная активность. Вот. И это также сверхнормативная активность, которая как бы, ну, обозначается как вот этот уже упомянутый СДВГ у детей. То есть активность великовата, и они не очень могут ее куда располагать. И поэтому очень важно, чтобы у человека, если у него есть такая сверхнормативная активность, куда-то ее располагать. Ну, или на худой конец как-нибудь подавить. Ну, например, я не знаю, алкоголем, например, она подавляется вполне неплохо. или как растворчеством, знаешь, потому что вот старая же добрая идея про то, что художник должен быть голодным и несчастным, она же не просто так родилась. И, в общем, ну, я думаю, что многие, даже здесь присутствующие, что-нибудь творили в подростковом возрасте. Стихи какие-нибудь писали, песни. И это же когда писалось? Да? Как раз когда жизнь шла откус, когда что-нибудь такое происходило архитрагичное, что, в общем, практически ее завершало, мы понимали, да, в это время, что это событие, это практически финальное событие моей никчемной, бессмысленной жизни. И в этот момент, рождались прекрасные стихи, какие-нибудь тексты, рисовались картины, потому что на вот вот это продуцирование, какого-то творческого процесса, мне кажется, две вещи нужны. То, что ты уже сказала, какой-то немножко переизбыток энергии, которая не нашла нормативного какого-то канала, куда проявиться, а второе, чуть-чуть искаженное восприятие реальности. А я еще что думаю, коллеги, что в каком-то смысле, так философски, симптом, определенный поведенческий симптом, вполне может быть рассмотрен, как это самое сверхнормативная активность. Вот, потому что я привычным способом, но не нашел вариантов, и тогда действительно образуется симптом. И вот как раз в этом заключена вот эта прекрасная идея, что симптом всегда имеет двойную природу. С одной стороны, это правда знак некой в кавычках патологии, проблематики, а с другой стороны, это попытка выйти за рамки привычного для того, чтобы как-то справиться с ситуацией, с реальностью. И тогда у нас появляется как у терапевтов тоже большое вдохновение, очень творческое, исследовать вообще не просто причинность там, а некую что ли цель симптома. Ну, вот, подумал. Поэтому вот в работе с психозами, например, то, что касается избыточной активности, это очень хороший прогностический признак. Мы ее завсегда подаем, это все нормально. А вот если у нас есть негативная симптоматика, минус симптоматика, вот тут беда, потому что тут уже как-то приподнять эту активность мы не сможем. Ну, от того, что она у нас вместо творчества пошла, ну, я не знаю, в какие-нибудь навязчивости, скажем, ну, мы все просто идем по улице, а кто-то еще обременен там тем, что столбы машины считают, трещины в асфальте, еще что-то. Ну, что ж. Вот она в это пошла направление. Вот. Поэтому то, что касается вот этой вот активности, это очень важно. Дальше то, что хотелось бы еще сказать, это, наверное, про мышление. Вот как раз про что Лена напомнила мне. То есть, вот при исследовании мышления, особенности мышления больных шизофрении, был обнаружен, выделен такой фактор, как вот эта актуализация латентных свойств. То есть, то, что у нас есть предмет, у которого есть социальные свойства, и поэтому люди знают, как его использовать правильно. Но, если мы имеем дело с больными шизофренией, то для них оказываются все эти признаки равнозначные. И поэтому в каких-то критических ситуациях они могут использовать какие-то признаки, которые для нас являются вообще совершенно скрытыми. Именно в этом, например, оказывается, на мой взгляд, такая способность к завершенным суицидам. потому что, на самом деле, того, что может нас убить, есть так, да полно. Но просто мы это не видим. По той причине, что это для нас неактуально. А эти ребята, они легко увидят и осуществят это абсолютно безо всяких проблем. Я иногда лень как раз тоже. Потому что ты даже можешь увидеть, да, но на реализацию у тебя уже не хватает сил. А вот как раз в силу уже несколько раз упомянутой активности такой, которую вот симптом в том числе поднимает, сил хватает? Да. Да. Дальше тоже то, что касается особенностей вот этого мышления, оно оказывается таким, которое постоянно пытается как-то социализоваться, но в силу того, что обычно у людей в этой группе нарушена система отношений, вот, из-за этого это бывает не очень социально. То есть с одной стороны формально, а с другой стороны не вполне социально. Если вы посмотрите, ну, в свое время вот в том институте, где я работал, выпускали альбомы творчества художников больных шизофрении, вот, то, что там отражено на картинах, это даёт ощущение какой-то дикости. Но, опять-таки, если вы хотите примеры дикости, которые были в свое время, то я бы вполне мог напомнить очень хорошо описанный, подробно, с массой литературных обсуждений, вот этот вот самый вполне клинический случай такого художника Врубеля, Врубеля, да, который, кстати, в Одессе учился, работал, в Киеве, да, в Хайфовской клинике лежал, то есть, много где засветился, и, как бы, ну, во многом его история, например, оказывалась связана с манифестацией вот через образ демона, потому что, ну, первое изображение демона, он вообще уничтожил под давлением, как бы, ну, других людей, которые говорили, что это нарушение всех канонов, там, и так далее, вот, и дальше там были сложности именно с этим образом в разных обстоятельствах, вот, то есть, и в этом образе вот есть некое ощущение, вот, дикости, которое, тем не менее, очень притягивает, то есть, там выражено что-то такое, что присуще вот этой самой человеческой душе, то есть, как ее, собственно, демоническая часть, и то, как она отражается во всех нас, но для того, чтобы это вытащить и изобразить, нужно освободиться от каких-то социальных стереотипов, и в этом смысле, ну как, вот человек смог как бы выйти за пределы вот этого отчерченного социального круга, вот. Мне кажется, что важно, просто хороший, красивый очень пример такой, да, что принято считать, ведь страх психической болезнью, он связан с некоторой идеей того, что человек, который не контролирует свои эмоции, может быть, опасен, может причинить вред. Это без всяких сомнений есть, но все-таки первичное, вот в этом примере, который ты привел, это то огромное количество ужаса, который испытывает человек перед тем, что мы сказали в самом начале, что мир, который на него наваливается, он больше, чем его ресурс справится. И тогда вот эти образы, которые потом у творческих людей отражены в картинах, да, выписаны как художественные образы, музыка определенная, ну, например, музыка Малера, да, мне приходит в голову здесь, это как раз ну, разделение, проецирование, да, вот этого ужаса в какой-то творческий процесс. И тогда, когда он обретает этот ужас форму, мне кажется, что в этот момент это такой способ человека как раз его пережить, обуздать немножко. не знаю, такая идея пришла. да, и здесь много можно было бы привести, конечно, красивых иллюстраций, то есть мы вот говорили, потому что сначала у меня была идея притащить проектор и, соответственно, ну, пустить фоном какие-то картины великих, совершенно однозначно обозначенных, сумасшедших, да, ну, начиная, например, с Ричарда Датта, вот, это, соответственно, английский художник. Вот к вопросу о том, что опасен или не опасен он для общества, ну, соответственно, ну, в клинике-то он оказался после того, как убил отца, вот, а убил отца он после того, как во время путешествия в Египет он почувствовал, что он осирис, бог, и, соответственно, может как бог там действовать, вот, а после этого он убил еще одного человека, поехав во Францию, трудно сказать зачем, вот, а после этого он провел остальное время, соответственно, в Вифлеемской больнице в Бедламе, вот, ну, в общем, как особенно опасный пациент, склонный к гомициду, склонный к тому, чтобы убить кого-то, вот, и когда он там находился, то он написал основную массу своих таких знаковых работ, такого сказочного викторианского периода, вот, то есть, ну, например, как же она называется, могучий, что ли, замах сказочного дровосека, одна из величайших работ, которая там очень много кого продвинула, на которой изображено, как бы, там какая картина, что этот дровосек, как бы замахнулся и посмотрел в траву, и в траве он увидел много мелких гномиков, которые между травинками что-то несут, занимаются чем-то, еще что-то, вот, причем они очень тщательно выписаны, такая очень интересная работа, вот, потом, как бы, его работы стали одними из самых дорогих работ, вот, на художественном, вообще, рынке, вот, ну, после того, как они были обнаружены на чердаке, соответственно, вот этой самой психиатрической клиники, вот, например, такой путь, вот, то есть, то, что касается творческих людей, здесь очень важно, что они гораздо шире, чем диагноз, ну, как какое-то время назад в работе, я рассказываю этот случай широко, потому, что он меня так удивил, что, вот, ну, женщина рассказывает, ну, поскольку тут сейчас борется все с зависимостью, да, ну, говорит, ну, отец алкоголик, и типа все, вот штампик такой, что алкоголик, я говорю, постой, постой, ну, как он, ну, какого года рождения, ну, там, вот, 21-го года рождения, он прошел войну, соответственно, командовал там какой-то разведвзводом, то есть, было у него там, соответственно, какой-то иконостас этих самых орденов, вот, потом он вернулся в колхоз, соответственно, и работал там, как единственный, этот самый, разбирающийся, такой мужчина на машино-тракторной станции, как начальник МТС, потом, как, значит, соответственно, председатель этого самого колхоза, вот, был уважаемый человек, но пил, поэтому он алкоголик, и вот все остальное убрать, ну, тогда мы знаем многих алкоголиков, но алкоголик Хемингуи такой был, так что-то он бумагу морал, а вообще-то алкоголик просто, да, зараза, и так далее, то есть, как можно диагнозом вот так взять и убрать. Ну, да, вот хочется поддержать то, что ты сейчас говоришь, Данил, потому что мне вообще кажется, что очень часто вот эта попытка вписать очень многомерную личность, ну, с жизнью своей, с историей, с бэкграундом, попытка вписать в рамки какого-то отдельного симптома или синдрома, ну, или диагноза, ну, вот алкоголик, это что такое? Ну, вот знаете, правда, есть ведь два вида саморегуляции, организмическая саморегуляция и управляемая саморегуляция. Так вот, очень часто те, в коем мы видим только патологическое состояние или некий диагноз, тот же алкоголик, это люди, которые, в общем-то, решились, не то, что решились, а в общем, идут по пути очень сложной, но организмической саморегуляции. А снаружи, наш собственный, порой, страх общества, людей, перед вот этой вот неопределенной ситуацией, он приводит к тому, что мы что проецируем на них? Ну, собственное желание управлять, контролировать ситуацию, ну, соответственно, попытка их втеснуть в рамки управляемой такой вот саморегуляции, ну-ка, давай-ка возьмись, убери симптом, потому что то, что ты описываешь, это правда, ну, какой-то очень красивый пример, потому что, в принципе, тогда человек снаружи, ну, описывается не как многомерная личность, которая приспосабливается неким очень трудным, непростым способом к ситуации, а как носитель некого диагноза, алкоголик и все тут, ну, такая хорошая идентичность. А я вот думаю, в связи с того, о чем вы говорите, я думаю, еще о таком аспекте. Ну, вообще, вот эта идея, она мне очень нравится, что, в принципе, мир другого человека, он не познаваем до конца, независимо от того, да, вот, включая, этой темы мы это рассматриваем, или просто, да, вне темы, доклинических аспектов, не познаваем. И тогда, ну, например, такая есть базовая тоже вещь, которая встроена, наверное, структура нашей личности, это одиночество, из которого, которое обязательно нам переживается, из которого мы все так или иначе пытаемся выбраться. И что вот эти вот особенности проявления человека, который, ну, например, болен чем-то, это еще и сигнал, это попытка говорить миру что-то про себя. И я думаю, что вот тоже в этом большое различие есть, вот между медицинским таким, сухим медицинским взглядом, и, например, взглядом психотерапевта. Потому что, если мы смотрим на это сообщение взглядом психотерапевта, то то, что может помочь выстроить хоть какой-то контакт, и за счет этого контакта помочь, ну, как раз социализировать этого человека тем или иным способом, это любопытство к его языку. Это попытка хотя бы частично понять, что он мне сейчас сообщает. Это как, знаете, если мы вдруг попадаем в страну, в другую, языковую, и мы не знаем языка этой страны, мы, наверное, замечали такую особенность, что через некоторое время пребывания там, вы вдруг замечаете, что вы неплохо понимаете людей, которые говорят на своем языке. Вы не выучили за это время язык. Что-то такое еще третье добавилось, когда вам стало понятно, что вам сообщает человек. И вот, если это любопытство есть, тогда появляется шанс, ну, у этой встречи. Если его нету, и задача как раз просто, ну, то, что уже много раз прозвучало, заблокировать, и то, что ты говорил, Андрей, в общем, этим самым, да, ну, отвергнуть, то тогда вот возможность вот этого взаимодействия прерывается, и одиночество такого человека становится более тотальным. Абсолютно верно. Это тоже, это еще одна из граней, невидимых очень часто граней, вот этого самого клинического мышления, потому что любопытство, о котором ты алговоришь, мне кажется, у клинициста оно неизбывное, просто бесконечное. Почему? Потому что вообще-то, в строгом смысле слова, мы никогда не сталкиваемся один в один с личностью другого человека. Это вот то, что называется человек до конца непостижим. Мы все время имеем дело с репрезентациями. Мы все время имеем дело с репрезентациями. Известная всем абсолютно здесь сидящим красивая фраза, что карта — это не территория. Вот это ровно про это. Мы всегда пожизненно будем работать только с картами. И вот это как раз поддерживает любопытство, потому что до самого предела, до самого конца нам никогда не получится, не удастся целиком человека в кавычках «понять». Мы все время будем предполагать, видеть репрезентации, ориентироваться на них, все более и более понимая любопытство. Вернее, все более и более пытаясь приближаться к человеку. А вот попытка за диагностическую категорию что-то спрятать или что-то с помощью диагностической категории решить, она как раз убивает клиническое любопытство. Очень часто диагноз становится не вновь и вновь открываемыми дверками к человеку, а диагноз становится закрываемыми дверками. Вот, знаешь, красивая твоя метафора про карту. Да, там есть еще один момент важный, который важно понимать, что за то время, когда я пользуюсь картой, и она создавалась, на местности могло много чего случиться. И это вот классика такая, да? Да, никогда не стоит забывать, что это не карта отдельная от человека. А мы имеем дело с картой, которая все время, ежесекундно продолжает рисовать этот человек. Это интересно. Ну, дальше, если про формы сознания, которые по ошибке называли высшими психическими функциями. Вот. Ну, например, такая функция, как память. Очень интересная особенность. Потому что она какая-то неравномерная. Ну, например, тот же упомянутый Врубель из таких ранних историй его обучения, это когда он увидел, ух, не помню, какую-то сложную картину, потом ее по памяти, соответственно, нарисовал, воспроизвел. Хотя видел один раз, вот как бы так фотографически. Вот. С другой стороны, в этой памяти там временами монтируются, оказываются какие-то провалы, дополнения, которые необычно фрагменты этой памяти друг с другом причудливо сливаются. Это вот тот процесс, которому тоже нужно относиться к себе, вот как бы применяя к памяти вот такое же плавающее внимание. Ну, мне, например, очень интересно, что за мелодия у меня с утра звучит в голове. Она так много мне как-то чего дает. Но, скажем, сегодняшний день это была такая группа Dark Tranquility. Ну, такой вариант. Ты вот знаешь, тогда сюда очень хорошо подходит вот эта шутливая такая вещь, но очень отражающая жизнь, что вечером засыпает один человек, а утром просыпается совсем другой человек. Ну, например, даже на примере. Вот мы же вечером честно с вами обсуждали эту тему. И то, что, в общем, получилось из этого сегодня, да, утром, это сильно отличается от того, что, в общем, собирались говорить вчера вечером, а люди те же вроде. Вот. Поэтому будьте внимательны к своей памяти, будьте внимательны к тому, что всплывает иногда. Вот. И также важно стараться с этим обращаться свободно, потому что благодаря этому, например, появляются, скажем, ну, известная эта вещь, да, история про Буратино, да, которая была сначала задумана автором как описание жизни его соседа, который, соответственно, ну, в общем, участвовал в военных действиях и, значит, там потерял ноги, например, поэтому у него были деревянные ноги, вот, и, в частности, потерял и нос, и поэтому нос у него был тоже деревянный, вот. А потом, вот, как он признается в последующих письмах, что я начал писать, а у меня получается история про вот деревянного мальчика. Сказка получается. Хотел описать реальную историю про реального человека, а получилось что-то другое. представьте себе, что было бы, блин, если бы все-таки человек удержался, так, пошел за сопротивлением, и описал историю про инвалида с деревянным носом. Ну, да. В общем, наверное, это было менее популярно. Менее популярное произведение. Вот. Ну и, конечно, из всех этих характеристик, действительно, то, о чем упоминали вот коллеги, все это объединяется благодаря личности. И то, что касается творческой личности, ну, сами знаем, что это такое, что это уж точно что-то непростое, в котором есть определенные эмоциональные порывы, какие-то особенности, какое-то занудство, с которым довольно трудно иметь дело, у которого, в общем, жизнь состоит обычно из каких-то кризисов, в которых иногда что-то проявляется, тогда вот человек движется, делает что-то, а потом раз, и опять творческий кризис. Вот. И в этом смысле, ну, жизнь человека, который вот существует в этом творческом поле, она, ну, невольно формирует какую-то очень особую личность. Вот. Иной раз даже слишком яркую, слишком такую необычную. Ну, да. И тогда получается, что, в общем-то, человек, который проходит, бесконечно проходит из кризиса в кризис, ну, скорее всего, это как раз более славная ситуация. Я вспомнил выражение, оно мне что-то вот, когда учился в медуниверситете, то один из завкафедр любил говорить по поводу некоторых людей. Ну, что, говорит, про него говорить? У него понятные диагнозы. Он патологически здоров. Ну, на этой прекрасной, мне кажется, фразе мы приостановимся сейчас. У вас сейчас будет время для перерыва. Без 10.12. Мы вас попросим вернуться в зал для как раз линейки презентации воркшипов. И те, кому интересно с нами поговорить дальше на эту тему, мы приглашаем на круглый стол, который мы будем делать сегодня. Спасибо.